Здравствуйте, дорогие друзья! Это Кузнецов Дмитрий. Что хочу вам тут продемонстрировать. Для многих из вас не секрет, что коллекторы, скажем так, делятся на какие-то такие градации, более или менее вменяемые, тупые, которые не соображают ничего, и наглые. Наглые, которые откровенно верят в свой бред и не хотят задуматься. То есть они даже хуже, чем тупые. Тупые, ну, знаете, по скрипту долбят, а есть коллекторы, которые прям вступают в дискуссию и продолжают демонстрировать свою некомпетентность. И к таким коллекторам относятся взыскатели, представляющиеся Восточным экспресс-банком. Давайте послушаем очередной диалог с сотрудником Восточного экспресс-банка. Итак, внимание! Здравствуйте! Субтитры делаю вам сервину. Прогласите в мастер-фонах? Она вышла в гастроном. Старший брат вылезет. Старший брат. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. А вы кто? Департамент диска Невосточный экспресс-банк. Меня зовут Эстмила Александровна. По поводу чего? У вас там шумно на заднем плане? По поводу задолженности. Звоним по поводу задолженности. Так, еще раз, еще раз. Вот еще раз говорю. У вас очень плохое качество связи, поэтому с какого учреждения вы звоните? Пожалуйста, повторите. Департамент диска Невосточный экспресс-банк. Ну, все, теперь разобрал. По поводу долг, да? А еще не надо с вами разгарить параллельно, так что вы меня не понимаете. Повторяю вам. Звоним по поводу задолженности. У Елены Сергеевны по кредиту. Сома долга вытянут 84 тысячи. Банк требует оплату сегодня либо завтра. Почему они проживают, как это? Банк требует оплату сегодня либо завтра. Банк высылает требования, закрыт кредит до строчки, так как они не выполняют свои обязательства. Кто не выполняет обязательства? Каждого года. Вы с меня получить хотите или что? А вы на чем номер отвечаете? Этот номер оформлен на меня. У меня вообще все сим-карты в моей семье оформлены на меня, так как я веду все финансовые дела в своей семье. Ну, это ее право, потому что я оформил этот номер. Ни в коем случае. Я старший брат. И зовут меня Дмитрий Евгеньевич. Фамилия моя Кузнецов. Я приехал к ней издалека, чтобы помочь ей решить все ее финансовые вопросы. Ты каким образом помогаешь? Я юрист. У меня юридическое образование. У меня своя юридическая практика. Я очень хорошо ориентируюсь во всех вопросах, связанных взаимоотношениях. Вы у вас финансово помогли бы Елене Сергеевне? А зачем это делать, если есть другие альтернативные, более понятные мне? Понятно. Вы, Сергеевне, вы подключите меня. Ага, слушаю. Елена Сергеевна, нарушая условия кредитного договора. Так. А мне все с тобой бы разобрались, чтобы к юристу на брачок поговорить. А вот я вам скажу, уважаемая госпожа, что ни один договор не может стоять выше закона. И прежде чем утверждать, что она нарушает условия договора, нужно разобраться, соответствует ли этот договор условиям закона. Меня Дмитрий Евгеньевич зовут, я вам представился. Не надо со мной как суркой разговаривать. Елена Сергеевна спрашивается секретанты об вопросе, если вы юрист. Что я должен спрашивать у Елены Сергеевны? Почему поздно? Лучше поздно, чем никогда, правда же, да? Да. А в чем фатальность моего приезда позднего, по вашему мнению? Елена Сергеевна, трубка передачи, вода у нас. Она в гастроном вышла. Она вышла в гастроном за простоквашей. Вы не можете со мной, да, поддерживать разговор конструктивный, да? Вы затроили, вам кажется, что с юристом вы не потянете общаться, да? А вот с Еленой Сергеевной у вас получится. Ну вот, связь прерывалась. Не знаю, все время, конечно, расстраиваюсь, сокрушаюсь из-за того, что намечался красивый и хороший диалог к вашему удовольствию. Ну, все равно поняли, да, что это за публика. Друзья, такой старший брат может быть у любого из вас. Из тех, естественно, людей, кто действительно решил разобраться со всеми делами. И не надо никуда лететь к вам, и не надо вам к нам лететь. Вам достаточно в описании этого либо любого другого ролика посмотреть и найти ссылку на наш сайт. И вот, пройдя по этой ссылке, вы найдете там видеопрезентацию, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. Там все по полочкам разложено, и трудно не разобраться. Точнее, вообще сделано так, чтобы любой простой человек, обыватель, без вообще намеков на юридическую компетенцию, мог разобраться в ситуации сложившейся и что мы ему предлагаем. Поэтому, если вы решили, раз и навсегда, покончить с долгами, причем официально по бумагам, что называется, посмотрите, не поленитесь видео на нашем сайте, примите то самое важное решение и сделайте все по инструкции. Ставьте заявку, и в рабочее время с вами свяжутся наши специалисты. Ну, за ролик прошу вас поставить лайк, кому не жалко. А также репост в соцсетях, чтобы еще как можно больше людей узнали о том, какая правда на самом деле нас окружает. И перестали слушать всякую чепуху. Вот из уст таких горе-взыскателей, горе, как это назвать-то, сотрудников банков, я не знаю, творящих доброе дело, как они почему-то думают. Ссылочка на нашу группу ВКонтакте в описании есть. Пожалуйста, вступайте в группу, там все ролики дублируются. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Аля». Всего вам хорошего. До свидания, друзья.